Пир на весь Новосибирск. Больше 60 женских команд со всей области угощали гостей фестиваля «Вкуснаград». Причем участницы не только собственноручно все приготовили, но и вырастили овощи на своих дачных участках. Екатерина Макаркина побывала на фестивале. Ах, картошечка, картошка, ты чего ж ты хороша? И пожаришь, и попаешь, и там ешь свою душу. С танцами и песнями на фестивале «Вкуснаград» хозяйки представляют свои разносолы. На столах домашние заготовки, варенье, отдельное внимание блюдам из картофеля. Причем подают их так, чтобы удивились даже гурманы. Не бойтесь, у нас все оригинально, все на высшем уровне. Горящий вулкан называется. Это толченый картофель, пюре. И прослоечка делается рядами. Мясо обжаренное с лучком и с морковочкой. Просто и вкусно. Рецепт от бабушки. Фестиваль кулинарных искусств уже проходил дважды, но таких масштабов он достиг впервые. Это уже не первый наш такой фестиваль, но такой фестиваль он первый. Потому что мы начинали с фестиваля варенье. И однажды нам предложили, говорят, а почему нельзя фестиваль картофеля. Как одна женщина сказала, это я все выращиваю на трех сотках. Представьте, на трех сотках, на всю семью, на соседей, на близких и родных. Все, что можно найти на площадке фестиваля, представители женских советов выращивали и готовили сами. А вот причина, по которой решили поделиться нажитым, у всех одна. А потому что много запасов. А потому что похвастать хочется. Людям показать. Всем попробовать. Мы же всем на ярмарке, на той ярмарке, чтобы кричать и зазывать, чтобы пробовали, чтобы радовались. Радость настолько велика, что в следующем году решили одним днем не ограничиваться. Чтобы хлеба и зрелищ хватило всем, фестиваль народной кухни планируют провести уже весной. Екатерина Макаркина, Евгений Макаров. Новосибирские новости.